Тут нам придется разобраться чуть больше и опять же в очередной раз, потому что это важно очень, люди путаются все время. Напоминаю, что перед нами Тора, и это не художественная книга, не роман, не повесть, не поэма. Это мудрость Всевышнего, сформулировано, записано буквами, словами, которые наши слова, я имею в виду иврит, конечно, но не важно, словами людей, но это не повествование, это что-то другое. И вот когда в Торе рассказывается, как Творец создал сначала, после того, как был уже мир сотворен, для того, чтобы в этом мире у нас с вами была бы работа, в этом смысл сотворения мира. Это для Адама и для Хавы. Хавы – это то, что по-русски Ева. Но я говорю на иврите Хава. И не получилось у них, вы помните, что произошло, и тогда постепенно, через 20 поколений, это перешло к Аврааму. И тогда эту задачу, которую получил Адам и Хава, исправлять мир, получил Авраам и Сара, его жена, и от них пошел Ицхак и так далее. Еврейский народ – это смысл нашей жизни. Но мы вернемся опять к Ганедену, то, что по-русски называется рай. И Адам и Хава были созданы как некое духовное, помните, не роман, не повесть, не сказки, как духовное существо, которое вот так было соединено у одного направления в одну сторону, у второго – это в другую сторону, чтобы то, что их окружало, а Всевышний сделал так, чтобы окружали негативные силы, они были бы их негативным силам лицом. Не надо бояться, надо победить негативные силы. Поэтому с одной стороны Адам против них, с другой стороны Хава против них, но они склеены вот так как бы, как единое целое. И Тора рассказывает нам, что дальше произошло. Дальше им надо теперь работать как совместный коллектив такой. И говорится, эта книга берешит, вторая глава, двадцатая фраза. Да, двадцать первая, и двадцатая, и двадцатая, и двадцать первая. Ваяпель Ашемелуке Тардема, Алга Адам, Ваишан. И Всевышний навел дрему на вот это совместное вот это существо такое, и оно заснуло, а это было вместе Адам и Хава. Вайка, Хахат, Митца, Лотав. И тогда вот у этого существа Всевышний взял одну сторону, как он взял, вот так вот, как я рассказываю, вот так вот разделил. Видите, вот так вот разделил. И получились две стороны, одна и вторая. Одна это будет, одна это Адам, другая это Хава. Так, тут говорится, Вайка, Хахат, Митца, Лотав. Взял одну из этих сторон, двух. По из горбаса Тахтена. Значит, взял Адама и закрыл эту обнажившуюся, такую оголенную сторону. Он должен был закрыть ее. Иначе негативные силы буквально съедят, как говорится. И Ваивен, Ашем, Элуким, это цело, Ашерлаках, Мин Адам, Лаиша. А то, что вторая сторона, вот это первая, это Адам, закрыли. Вторая, это Хава, не закрыта и не является еще чем-то цельным, потому что она была частью вот этого. Значит, у нее тоже тогда закрыл Всевышний и превратил ее в то, что если это было бы на земле, мы бы поняли, что это женщина. Так же, как мы поняли бы, я говорю бы, что это Адам, человек, мужчина, так мы поняли, что это женщина. И Ваивега, Эл, Адам. И он подвел ее к Адаму. Зачем? Написано, Ваемер Гаадам, это уже 23-я фраза. Ваемер Гаадам, Зотапам, Эцам Меацамай, Убасар Мепсари. Значит, на этот раз я вижу, сказал Адам, это действительно мне подходит как пара. То есть мы сможем совместно работать над тем заданием, которое дал Всевышний, сотворив их вот так. А именно отремонтировать этот мир, исправить его. И поскольку Всевышний показал, как он ремонтирует Адама и ремонтирует Хаву, это уже был урок для Адама и для Хавы, как ремонтируется мир. Видите, я нигде и слово «ребро» не произнес, потому что нет, это только сторона. И взял Всевышний одну сторону этого существа, назовем так, вот оно. Берем одну сторону, вот, в сторону. Здесь закрываем. Здесь взяли в сторону, делаем еще ремонтные работы, получилась Хава. Поворачиваем их лицом к лицу. И тогда Адам видит эту Хаву и говорит, это то, что мне надо. Так мы вместе сможем построить мир, так мы вместе сможем отремонтировать мир, и так мы вместе сможем порождать новые души. С помощью совместности мы можем порождать новые души. Новую духовность. И тогда Адам очень обрадовался, потому что теперь он понял, как он будет реализовывать задания Всевышнего по исправлению мира. Потому что он уже это все понял, но не имея этой совместности, он не знал, как он сам это сможет сделать. Почему он не знал? Потому что для того, чтобы исправить мир, это я вот, видите, это толстая книга, только книга Берешит. Первая часть Торы. Торы от пяти книжек. Первая книга, смотрите, какая толстая, много комментариев. Вот открывай наугад любую страницу. Пожалуйста, смотрите. Вот книга Торы, это Тора, это комментарии, это, это, это. Все это комментарии. Видите. Так Адам знал, что ремонтировать мир, это соблюдать законы Торы. Каждая заповедь Торы вносит исправление в мир. Но, как мы видим, из Торы все уже знают, есть задание еврею, есть еврейки, есть мужчине и женщине. Поэтому, как, Адам не понимал, вот в этой ситуации где-то мужчина и где женщина, это нечто общее. Поэтому Всевышний разделил, показал ему, как ремонтируется он и хава, проходит процесс ремонта. Это тикун, как мы на иврите говорим, тикун и лам, исправление мира. Значит, он уже получил понимание, как вот это закрытие, это не штукатурка, это не краска и Всевышний работал. Он закрыл оголенность и у Адама, это вот это, видите, вот с этой стороны, и у хавы, оголенность. Значит, получается, ремонтировать мир, это закрыть эту оголенность, закрыть слабые места. Заполнить их духовностью. То есть Адам этот большой секрет узнал, вот для чего это было сделано, чтобы ему показать, как происходит все это. И тогда, после этого урока, Адам уже прекрасно понимал, что такое исправить мир. Это с помощью законов Торы закрывать оголенность, как говорится, мы говорим о духовных вещах, не о физических. Закрывать слабые места, укреплять душу и быть твердым и устойчивым по отношению к негативным силам. И выполнять законы Торы. Вот вся программа, он ее получил, и хава, и они вместе приступили к работе. Но, к сожалению, дальше не все хорошо получилось. Все знают, чем кончилось это. Но мы продолжаем нашу работу. Потому что мы получили задание за 6 тысяч лет исправить то, что испортил Адам и хава за один день. Это достаточно на этот раз. Надеюсь, что вы получили представление намного лучше, как Тора понимается, как Тора учат. И так далее и тому подобное. Все доброго. До свидания.